Всем привет! Днепр на связи, 25 июня, 11.10. У нас, друзья, ночь прошла спокойно для нашего города. Один сигнал воздушной тревоги. Поздним вечером и всё. Даже к данному моменту спокойно тревогу не включали. Вечером у нас прошёл сильный ливень. Дождь, гроза, всё как положено. Ну, надеюсь, потом дождик пошёл в нужном направлении. Никопольский район и так далее, там, где он сейчас необходим. В области и последствия от грозы были серьёзные. Показали Вольногорск. Там деревья ломали. Ломались от ветра и так далее. В общем, погодка лютует. На сегодня, кстати, тоже обещают грозу во второй половине дня. Небо затянуто, парит. В общем, что-то, наверное, это и будет. Но, к сожалению, не для всех эта ночь была спокойной. Наши соседи Запорожье попали под ночной обстрел. Предварительно применялась баллистика. Очень было громко в городе. Были слышны мощные взрывы. Затем погода начала. Людей пугать. И гроза, гром. И представьте, как это всё вперемешку. Когда были взрывы, потом гром. И ты уже не понимаешь, не знаешь, что, где, как и зачем. При этом полтретьего ночи голова уже не соображает. В общем, у людей состояние, конечно, не очень при таких условиях. По Запорожью утром прокомментировал ситуацию временно исполняющей обязанности мэра Куртьев. Сказал, что пришлись прилеты в пригороде Запорожья вновь по открытой территории. В том числе пострадало одно из предприятий города. Он привел также фотографии, там разрушенные какие-то гаражи, ангары, камазы загоревшие. Какая-то техника. В общем, последствия тоже после такой ночи не самые приятные. Но Запорожская областная военная администрация пошла еще немножко дальше. С утра перепугала людей в районе полдесятого. В общем, без предупреждения. Небольшая предыстория. У нас была такая практика, вот Министерство чрезвычайных дел, рассылка смс-ок на мобильные телефоны. Хочешь ты ее получать, не хочешь. Это шло от оператора. По-любому у тебя на экране, ну, думаю, многие из вас помнят, выскакивало это сообщение от МЧС о том, что опасность там, или угроза обстрела, или еще что-то. И нереально это выключить. Два часа ночи, телефон орет, надо найти его, обязательно нажать кнопку, и то не сразу там звук отключался, в зависимости от модели телефона. В общем, тут еще движ. Сейчас, ну, а потом как-то все это протестировали, и в принципе заглохло. Сказали, что будут применять только в случае чего-то там, ну, вообще сверх, сверх-сверх-сверх, да, например, если там что-то такое, выброс какой-то еще что-то, будет оповещение. Но запорожская военная администрация посчитала, что хорошая практика, видимо, возможно, на этом можно какие-то деньги отмыть, и они сегодня с утра людям без предупреждения, по-моему, даже без тревоги, сделали рассылку, в котором идет чрезвычайно, как же там, аувага, ТДТП, чрезвычайно подия, экстремально, повитренно, тревога. То есть чрезвычайная ситуация, уровень экстремальный, воздушная тревога, просьба всем перейти в убежище. Ну, люди отнеслись очень к этому стрёмно, думали, что экстремальная ситуация, возможно, все, небо падает на нас, камни летят с неба и так далее, то есть что делать? Оказалось, потом, уже когда люди переполошились, они выдали информацию, ой, вы знаете, мы тестируем такую вот систему. Ну, тестируйте, дай бог вам здоровья, так предупреждайте. И опять же, сказали, будет приходить даже на кнопочные телефоны, днем, ночью, им по барабану. Люди думают, ну, можно ли отключить будет звук, или ситуация будет как с сообщениями от МЧС, когда отключение просто было невозможно. И представьте, да, 3 часа ночи, там, кто-то отключает звук, там, не реагирует, кто-то еще что-то, ему приходит это сообщение, оно орет на всю квартиру. Причем звук там, даже если у вас телефон приглушен, оно орет на, ну, вообще, на самую большую мощность. Такое себе удовольствие. В общем, друзья, такие дела. Сейчас обстановка у нас спокойная. Дай бог мирного дня всем. Берегите себя, берегите своих близких. Спасибо за поддержку. И до нового выхода на связь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.